Российское кино. Я, к счастью, тоже имею отношение к кинематографу, особенно к комедийному жанру, который мне очень близок, очень нравится. Я поклонница всех старых комедий, и детям я прививала всегда именно наши русские комедии. Я считаю, что они одни из... даже, ну как... Мне очень нравились французские, русские и немножечко американские комедии. Но русское кино, настоящее, вот то, на котором мы выросли, вот мое поколение, во всяком случае, оно, конечно, неподражаемо, и нет аналогов вообще во всем мире. Если говорить, что приживается, что нет, я думаю, что одной фразы не скажешь, потому что, в принципе, может, я сейчас резко, грубо скажу, но мы убили, как сказать, некий киношный патриотизм, понимаете? Вот у меня много каналов, и детям я вообще до какого-то возраста не давала смотреть телевизор, они смотрели только у меня какие-то про животных передачи, какие-то научные, ну какие-то интересные. Вот. Вы посмотрите, что идет у нас на телевизоре. Одна иностранщина вообще с утра до ночи. Если наши картины — это какие-то сериалы. Раньше вообще был один криминал. Или бандиты, или убийцы, или воры, или продажные милиционеры, и так далее, и так далее. А население, общество, оно уже смотрит, и дети в основном, да, очень часто. Потому что сейчас родители, к сожалению, мне кажется, тоже не особо уделяют, и государство тоже время для образования и так далее. Потому что родителям главное выжить, накормить семью. Сейчас вообще сложная ситуация вообще в стране. Потому что в мое время государство очень активно помогало и матерям-одиночкам, и вообще людям не очень состоятельным, да. Всегда вделились какие-то деньги, и все было дешевле. Были шикарные пионерские лагеря и так далее, и так далее. Какие-то кружки, какая-то идеология. Сейчас ничего этого нет. По телевизору идет один криминал. Единственная ниша шикарная. Почему так развито юморное направление в шоу-бизнесе и комедии? Потому что это у нас пока лучше всего получается. И мне кажется, мне нужно подражать западному кино, потому что мы, к сожалению, не Голливуд, и нам еще очень долго идти в этом направлении. Мне кажется, нужно ставить большие ставки на сценарии, потому что у нас шикарные сценаристы. Все-таки комедийное кино оставлять, да. И что-то, ну, в хорошем смысле, такое патриативное, скажем так. Сейчас вообще после Олимпиады, после всех наших побед, как-то вот я почувствовала, знаете, дух страны очень поднимается. Мне за последние вот много лет стало очень гордо то, что я рождена в России и что я русский человек. То есть, если раньше я даже где-то давно, ну, честно вам признаюсь, даже иногда стеснялась в каких-то регионах, там, Франции или еще там где-то, потому что, ну, как-то ведем мы себя иногда не очень адекватно, да. Сейчас я горжусь тем, что из России я чувствую вот эти корни, что наконец-то народ объединяется. Вот. И не все так плохо, как, может быть, кто-то нам провидцы говорили какие-то. И все-таки нужно оставить, ну, пока то, что мы можем, да, в чем мы сильны, это что-то о России, о стране, о наших шикарных людях, о русском духе, который действительно, он непобедим, его невозможно просчитать, да. И этот юмор наш, это врожденное наше чувство юмора, и оставить, конечно, комедии. Мне кажется, нужно, ну, как побольше, вот, не знаю, развивать людей именно, как, воспитание тех же режиссеров, операторов, сценаристов, что-то. Вы знаете, вот как-то вот школа исчезла, вот умерло поколение выдающихся людей, а новые не появились, учеников, что ли, не хватает. То есть как-то усилить, не знаю, возродить это все. Как, вот если бы я там возглавляла какие-то, может быть, должности, может быть, я собрала бы какую-то команду, совет и что-нибудь придумала. Сейчас это сказать не могу, но интуитивно чувствую, что школа немножко отсутствует. Хотелось бы, конечно, ее так возродить.